Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира высоких технологий. Вполне возможно, что создание жидких роботов уже не за горами. В нас разработали материал, который сам затягивает пробоины в себе. Точно так же, как это было в известном всем фильме «Терминатор 2» Джеймса Кэмерона. Главным злодеем там был робот, состоящий из жидкого металла. Вот как это работает по версии NASA. Между двумя слоями твердого полимера размещают жидкую прослойку с неким ключевым ингредиентом, название которого не разглашается. Когда целостность твердых слоев нарушается, например, в материал попадает пуля, жидкость начинает вытекать наружу, и ключевой ингредиент вступает в химическую реакцию с кислородом. В результате образуется прочная заглушка. В первую очередь в NASA планируют использовать данную разработку при строительстве кораблей и орбитальных станций. Такой самозаживляющийся материал поможет им легче противостоять космическому мусору. Интересным способом решил связать религию и технологии молодой изобретатель из Дагестана. Эльдар Клычев создал умный коврик для намаза. В ткань изобретатель вшил сенсорные пластины, которых пользователь касается во время поклона. В верхнем углу коврика находится экран счетчика. Это поможет пользователю не сбиться со счета во время молитвы. Также, если верующий нарушает ритм или принимает неправильную позу, сенсоры начинают вибрировать, сигнализируя, что необходимо подстроить действие. Пока это пусть и рабочий, но лишь прототип. В данный момент изобретатель ищет инвесторов для начала производства. Ну а далее подведем итоги опроса, которые мы проводили в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Недавняя угроза блокировки, которая нависла над интернет-энциклопедией Википедия, разделила интернет-сообщество на двое. Напомним, Роскомнадзор хотел ограничить доступ к ресурсу из-за статьи о наркотике Чарас, в которой указывались способы приготовления и употребления психотропного вещества. Ведомство потребовало удалить информацию. В результате теперь по ссылке можно найти лишь список значений слова Чарас. Мы решили узнать у вас, наших зрителей, как вы относитесь к подобным инициативам. Стоит ли блокировать веб-страницы, где указываются способы приготовления и употребления наркотиков? Большая часть проголосовавших считает, что подобные меры необходимы, так как информацию могут прочитать дети. Однако при этом с небольшим отрывом идет противоположный вариант. Многие считают, что такие статьи не являются прямым побуждением к действию и блокировать их не стоит. Ну и, наконец, небольшая часть опрошенных так и не смогла определиться со своим мнением. На этом все. Следующий выпуск нашей программы смотрите уже завтра. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!